всем привет меня зовут вероника и сегодня я для вас подготовила вот такие слитки слитки очень яркие красивые смотрится интересно вяжется легко данные слитки я вязала на размер ножки 35 37 слитки я вязала из пряжи alizella на gold classic метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров вязала спицами три с половиной миллиметра прежде чем приступать к вязанию таких слитков давайте разберемся с принципом их вязания слитки состоят из такой вот заготовки заготовка цель навязанная и для правого и левого слитка заготовки у нас отличаются я нарисовала как выглядит должны наши заготовки 1 вот таким вот образом 2 вот таким мы с вами рассматриваем первый вариант смотрите когда мы вяжем один следок у нас узор идет вот с этой стороны а когда мы будем вязать 2 следок у нас узор будет вот с этой стороны и выемка 1 вот так вот расположена вот как на этом рисунке а вторая будет вот так вот как на этом рисунке для каждого размера ножки заготовки будут разной длины ширина стандартная моя ширина заготовки 10 с половиной сантиметров а вот длина для каждого размера будет разная получается я вижу слитки на размер ножки 35 37 и я оставлю таблицу где для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы я возьму средний размер 36 и для 36 размера соответствует длина 23 сантиметра так как наш следок с одной стороны идет и также с другой стороны я наши 23 сантиметра умножу на 2 и у нас получается 46 сантиметров я от 46 сантиметров отниму 6 сантиметров на растяжение так как у нас вот хорошо полотной тянется у меня это получается 40 сантиметров получается моя заготовка для размера 36 должна быть 40 сантиметров но данный следок подойдет на ножку от 35 до 37 размера но так как вот у нас идет выемка такая вот я вот именно на вот эту вот часть оставляю 5 сантиметров закрытие петель у меня составляет 5 сантиметров и верхняя часть также 5 сантиметров чтобы наши края при сшите и сошлись и получается так как у меня после закрытия петель 5 сантиметров получается основное полотно до закрытия у меня должно составить 35 сантиметров общее полотно 40 сантиметров как мы и рассчитывали вы также оставляете на вот этот уголочек 5 сантиметров что касается закрытия петель у меня каждая моя полоска состоит из четырех рядов либо 2 платочных дорожек получается когда мы вяжем выемку с вот этой стороны я сначала провязывала 4 ряда ниточкой зеленого цвета потом следующем пятом ряду я закрывала петли а здесь продолжала вязать далее вот желтый 4 ряда белый 4 ряда зеленый 4 ряда с этой стороны я рабочие ниточки отрезала и спрятала на изнаночную сторону когда мы меняем цвета ниточки рабочие не обрезаем а просто поднимаем их выше перекручивая рабочие нити вот с этой стороны и у нас вот таким вот образом выглядит изнанка в том случае когда вам нужно закрыть петли с этой стороны а рисунок идет с этой вот стороны четвертым изнаночным ряду сначала закроете петли а потом продолжите вязать рисунок ниточки вот с этого края вам не надо будет обрезать надеюсь что принцип данных следков вам понятен оставайтесь на канале и мы с вами по петель нас вяжем данные сетки берем пряжу спицы и приступаем к вязанию вместе со мной на спице три с половиной миллиметра я набираю двадцать одну петлю набираю на две спицы чтобы край мой был эластичен первый ряд первая кромочная петля на протяжении всего вязания будет сниматься не провязывая и далее все петли вяжем лицевыми последняя кромочная петля также на протяжении всего вязания будет вязаться изнаночной петлей после того как мы провязали первый ряд сейчас я буду присоединять ниточку желтого цвета и далее я буду каждым цветом вязать по 4 ряда получается у меня желтой ниткой будет провязана 4 ряда кромочная петля когда идет у нас смена цвета вяжется лицевой не снимается и далее вяжем 11 лицевых петель далее петлю снимаем не провязывая рабочая ниточка за работой следующие две петли вяжем лицевыми далее петлю также снимаем рабочая ниточка за работой 2 лицевые и третью петлю снимаем рабочая ниточка за работой 1 лицевая и кромочная у нас получается на спице получилось 3 зеленых петли которые мы снимали не провязывая все остальные желтого цвета второй ряд нитью желтого цвета 1 кромочная петля снимается не провязывая далее вижу одна лицевая следующую зеленую петлю нам надо также снять как и в предыдущем ряду только рабочая ниточка перед работой 2 лицевые петли зеленую петлю снимаем не провязывая рабочая ниточка перед работой 2 лицевые петли следующую зеленую снимаем петлю не провязывая рабочая ниточка перед работой и далее все петли лицевыми последняя петля кромочная далее у нас идет третий ряд нитью желтого цвета первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее все петли я вяжу лицевыми до 1 зеленой петли получается в третьем лицевом ряду мы эти петли также будем снимать рабочая ниточка за работой 2 лицевые зеленую петлю мы снимаем 2 лицевые зеленую петлю мы снимаем 1 лицевая и кромочная 4 ряд нитью желтого цвета первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее вяжу 1 лицевая далее у нас вот идет зеленая петля и именно в четвертом ряду желтой нити мы зеленые петли будем провязывать изнаночными только обязательно смотрите с лицевой стороны чтобы петля у нас зеленая не было перекручена и потому что когда вот у нас следочек готов вот эти вытянутые петли которые мы снимали не провязывая очень хорошо видны и если они получатся перекрученные это очень будет заметно далее получается 2 лицевые петли зеленую петлю мы вяжем изнаночной 2 лицевые изнаночная зеленая петля и далее я вижу все петли лицевыми последняя петля будет вязаться изнаночной мы с вами провязали 4 ряда нитью желтого цвета теперь нам надо присоединять нить белого цвета и повторяем также вязать как мы вязали нитью желтого цвета повторяя с 1 по 4 ряд получается присоединяем нить белого цвета первая петля провязывается лицевой так как у нас идет смена цвета и далее вяжем 11 лицевых петель следующую петлю мы снимаем не провязывая рабочая ниточка за работой также как мы вязали 1 ряд нитью желтого цвета далее 2 лицевые следующую петлю также мы снимаем не провязывая рабочая ниточка за работой 2 лицевые петлю снимаем не провязывая рабочая ниточка за работой 1 лицевая и кромочная далее получается 2 ряд нитью белого цвета первую кромочную петлю я снимаю далее 1 лицевая следующую следующую вот желтую петлю я также буду снимать не провязывая рабочая ниточка перед работой 2 лицевые петлю снимаем не провязывая 2 лицевые петлю снимаем не провязывая и далее все лицевые петли вяжем последняя кромочная чтобы больших протяжек у нас не образовывалось мы вот так вот перекрутим две нити с белой и эти две рабочие нить у нас поднялись на пару рядов стараемся вот так вот поднимать в каждом лицевом ряду нити ни в коем случае не обрезаем и далее вяжем третий ряд ниточкой белого цвета первую снимаем петлю далее все петли вяжем лицевыми до 1 желтой петли желтую петлю снимаем не провязывая рабочая ниточка за работой далее 2 лицевые одну петлю снимаем не провязывая рабочая ниточка за работой 2 лицевые петлю снимаем 1 лицевая и кромочная 4 ряд нитью белого цвета как мы помним четвертом именно ряду вот эти вот петли которые мы снимали они у нас сейчас желтого цвета мы их будем привязывать изнаночными первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее 1 лицевая желтую петельку я вижу изнаночный обязательно смотрим что петли не получились перекрученные с лицевой стороны 2 лицевые изнаночная 1 2 лицевые изнаночная 1 и далее вяжем все петли лицевыми последняя кромочная вяжется изнаночной смотрите вот кончики которые у нас от нити остались они нам не нужны мы по изнаночной стороне спрячем закрепим и обрежем вот один зеленый желтый и белый кончик мы с вами провязали вот зеленому начали желтую полосу из 2 платочных дорожек мы с вами провязали и белую полосу из 2 платочных дорожек 2 платочные дорожки составляют 4 ряда и далее будем повторять зеленый желтый белый зеленый желтый белый получается с изнанки берем нить зеленого цвета и будем теперь 4 ряда вязать нитью зеленого цвета первую петлю кромочную я провязываю лицевой так как у меня идет смена цвета и далее 11 лицевых петель следующую петлю я буду снимать не провязывая рабочая ниточка за работой 2 лицевые петли следующую также снимаю не провязывая 2 лицевые петлю снимаю не провязывая 1 лицевая и кромочная далее вяжите самостоятельно еще три ряда нитью зеленого цвета получается во втором изнаночном ряду мы вот эти белые петли будем также снимать рабочая ниточка перед работой в третьем лицевом ряду мы белые петли снимаем рабочая ниточка за работой и в четвертом изнаночном ряду мы эти белые петли будем провязывать изнаночными петлями все зеленые петли на протяжении всех четырех рядов мы вяжем лицевыми встретимся когда привяжем 3 ряда нитью зеленого цвета я провязала 3 ряда нитью зеленого цвета вот такой вот результат у меня получилось а далее получается вяжем данные 4 ряда ниточка желтого цвета потом первого потом обратно зеленого и так мы чередуя цвета вяжем на такую высоту которую мы рассчитали в самом начале видео я мое полотно буду вязать на высоту 35 сантиметров я вывезла основное полотно моего слитка если померить в сантиметрах это у меня получается вот 35 сантиметров как мы и рассчитывали у вас это должно быть число которое вы рассчитали для своего размера ножки в самом начале видео далее мы с вами будем закрывать часть петель смотрите когда мы вязали рисунок наш был не с этой стороны а с этой получается мы закрывали вот вот эти петли а эти петли у нас оставались с рисунком получается мы закрывали их в четвертом изнаночном ряду когда мы провязывали четвертый ряд ниточкой зеленого цвета мы сначала закрыли петли а потом продолжили вязать рисунок в нашем случае который у меня сейчас у нас не получится закрыть в изнаночном ряду получается я провязала все четыре ряда ниточкой зеленого цвета и сейчас я сначала закрою мои петли закрываем получается 10 петель у нас останется на спите 11 петель первая кромочная петля снимается следующая петля вяжется лицевой и теперь первая петля набрасывается на вторую и у нас получается одна петля мы с вами закрыли одну петлю 1 лицевая первая петля набрасывается на вторую закрыли вторую петлю и так нам надо закрыть все 10 петель у нас должно остаться 11 петель на спице закрываем не сильно туго чтобы край наш был эластичен я закрыла 10 петель получается у меня сейчас на спице осталось 11 петель рабочие ниточки с этого края мы обрезаем кончики эти спрячем по изнаночной стороне самостоятельно и далее будем присоединять эти же ниточки которые мы обрезали вот с этого места и продолжать вязать рисунок наш также как мы вязали каждым цветом по 4 ряда будем еще высоту примерно 5 сантиметров после зеленого цвета у нас идет ниточка желтого цвета я присоединяю нить желтого цвета первая петля так как у нас смена нити провязывается лицевой и далее вяжем по рисунку 1 лицевая одну петлю снять не провязывая рабочая ниточка за работой 2 лицевые одну петлю снять не провязывая рабочая ниточка за работой 2 лицевые одну петлю снять 1 лицевая и кромочная второй ряд ниточки желтого цвета кромочную снимаем 1 лицевая одну петлю снять рабочая ниточка перед работой 2 лицевые одну петлю снять 2 лицевые одну петлю снять 1 лицевая и кромочная в этом месте я перекрестила ниточку зеленую желтый чтобы протяжек больших также не образовывалось и вяжем третий ряд ниточка желтого цвета первая петля кромочная 2 лицевая одну петлю снять не провязывая лицевые 2 одну петлю снять не провязывая 2 лицевые 1 снять 1 лицевая и кромочная 4 ряд ниточка желтого цвета 1 кромочная 1 лицевая зеленая петля вяжется изнаночной 2 лицевые зеленая петля вяжется изнаночной 2 лицевые зеленая петля вяжется изнаночной 1 лицевая и кромочная и таким образом из далее с вами будем присоединять ниточку белого цвета получается так же как мы связали с вами основное полотно только будем вязать эти 11 петель на высоту примерно 5 сантиметров чтобы вот этот край и вот этот верх который шел край были одинакового размера вот получается у меня которые петли я закрыла вот у меня 5 сантиметров получилось и вверх я еще провязала дополнительно 5 сантиметров у меня вот смотрите вот эти вот два шва одинаковые получились в итоге моя деталь 40 сантиметров 35 до закрытия петель и 5 сантиметров после закрытия петель у вас это должны быть ваши сантиметры которые вы рассчитывали далее мы с вами закрываем петли и сшиваем следок 1 кромочная петля снимается не провязывая далее вяжем 1 лицевая петлю первую набрасываем на вторую 1 лицевая первую петлю набрасываем на вторую 1 лицевая первую петлю набрасываем на вторую и так мы закрываем все петли все петли закрыты у нас осталась одна открытая петля обрезаем кончик получается вдеваем рабочую нить в петлю и затягиваем дальше эту рабочую ниточку просто спрячем вот такая вот заготовка для следка у нас с вами получилось теперь мы будем сшивать наш следок сначала мы сошьем один шов далее получается нам надо сшить второй шов и всю подошву я взяла в иголочку с широким ушком нитку вдеваем иголочку в самый самый уголочек ниточки никакие не закрепляем потом просто их спрячем по изнаночной стороне и будем сшивать смотрите каким образом получается с этой стороны мы сшиваем задушку от платочной дорожки она идет сразу за кромочной косичкой а с этой стороны мы сшиваем задушку которая находится между кромочной косичкой и платочной дорожкой вот за внутренние вот эти вот петли с другой стороны с одной стороны получается задушку от платочной дорожки с другой стороны за вот эти вот петли которые идут между кромочной косичкой и платочной дорожкой и так вышиваете весь шов до конца только смотрите чтобы он шел у вас равномерно стороны сходились вот я сшила мой шовчик вот совсем он незаметный аккуратный получился шов теперь далее мы с вами сошьем подошву подошву немножко будем по-другому сшивать сшиваем подошву задушки от кромочной петли вот за одну дужку от кромочной петли вводим иголочку снизу вверх с одной стороны и теперь с другой стороны вводим иголочку снизу вверх с одной стороны и также с другой стороны получается задушку от кромочной петли с одной так же стороны с другой стороны ориентируйтесь не на кромочные петли а чтобы шок главное шел равномерно и всего аккуратно сшилось получается пришиваем вот этот вот наш край к подошве я пришила данный уголочек подошве теперь вот складываем данное полотно и пришиваем вот эту часть далее сначала фиксируем за две дужки кромочные петли а далее сшиваем таким же образом вводим иголочку в дужку от кромочные петли с одной стороны и так же со второй стороны с одной стороны и также со второй и так получается вышиваете далее до конца в конце когда у нас останется 6 петель примерно по три петли с каждой стороны мы эти 6 петель дальше не прошиваем а просто стягиваем чтобы вот на пяточке получился вот такой вот красивый уголочек не острый получается сшиваем далее встретимся когда останется примерно 6 петель по 3 петли с каждой стороны вот я сшила мою подошву смотрите шов ни с какой стороны не выступает и дискомфорта вашей ножки никакого не принесет вот так вот он выглядит с лицевой стороны вот таким вот образом с изнанки никаких выступлений ничего нету у нас здесь осталось примерно петель 6 пропускаем иголочку сквозь все петли кромочные и и теперь выводим иголочку на изнаночную сторону и просто затягиваем шов смотрите чтоб оставался эластичным не затянулся у вас теперь ниточку закрепим по изнаночной стороне и сошьем последний шов я ввожу ниточку вот сюда в самый-самый центр кончики обратно никакие не закрепляем потом просто эту нить спрячем по изнаночной стороне и будем сшивать данный шов также как мы сшивали вот вот этот вот первый шовчик сшиваем не за кромочные петли а сразу за кромочной петлей вот этот дужки от платочной дорожки вот с одной стороны а со второй как у нас и в прошлый раз было идут вот дужки между кромочной косичкой и платочной дорожкой здесь вот задушки от платочной дорожки которые идут сразу за кромочной петлей от с этой стороны дужки которые находятся между кромочной косичкой и платочной дорожкой здесь тоже больше ориентир чтобы шевчик ваша шел и равномерно и сшиваете таким же образом далее весь шов до конца после того как мы сшили вот данный шов я вот возьму манекен и примерю данный следочек на ножку и вот видите мне хотелось бы еще этот следочек немного стянуть я вот сошью еще просто вот таким вот ровным полотном как мы сшивали данный шов примерно 3 сантиметра выше чтобы следок хорошо вот сел и точно никуда не спадал вы померьте на свою ножку и отрегулируйте данный вот этот вот верхний шов под свою ножку если вам хорошо и без этого шва тогда можете не сшивать я вот немножко еще сошью далее я ввожу вот с одной стороны иголочку в дужку от платочной дорожки с другой стороны получается также в дужку от платочной дорожки с одной стороны в дужку от платочной дорожки которая находится сразу за кромочной косичкой и с другой стороны в дужку от платочной дорожки и так я получается буду сшивать далее примерно вот сантиметр 3 вот я стянула далее шов чтобы следок хорошо сел на ножку и никуда не спадал вы регулируете этот вот шовчик по своей ножке он очень красиво смотрится аккуратный совсем незаметный далее ниточку выводим на изнаночную сторону и закрепим ее и далее мы с вами сделаем обвязку для обвязки данного следка я возьму ниточку зеленого цвета и начнем обвязывать вот самого центра нашего следка берем крючок примерно три три с половиной миллиметра узелочков здесь никаких не завязываем также просто ниточку спрячем по изнаночной стороне обвязываем столбиками без накидов вводим крючок в каждую кромочную петлю вот у нас получилось две петли на крючке и просто их соединяем в следующую кромочную петлю ввели крючок обратно две зеленые петли на крючке и соединяем их и так мы обвязываем полностью по кругу наш следок сильно не затягиваете данную обвязку и таким вот образом далее обвязываете до конца до этого места где мы с вами начинали полностью весь следок вот мы дошли до самого уголочка где мы начинали делать обвязку теперь вот крючок заводим за первую зеленую косичку и также вот делаем столбик без накида далее делаем воздушную петлю вот кончика обрезаем вытягиваем данную ниточку и прячем ее по изнаночной стороне после того как мы с вами сшили весь следок сделали обвязку у нас вот такой вот результат с вами получается вот этот вот шевчик который я делала смотрите по вашей ножке если вам он нужен тогда обязательно сделайте если вам нужно побольше делайте этот шевчик побольше очень красивые следки на подошве шов совсем без каких-либо выпуклости ровненький никакого дискомфорта ножки вам не принесет вот такие вот у нас красивые следки оригинальные очень эффектные получились если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока